Приветствую, меня зовут Сергей. Весной этого года я установил на крыше своего дома солнечные панели и где-то летом подключился к зеленому тарифу. Сейчас на дворе я сентябрь и я уже получил два перевода от Харькова Бленерго за электричество, которое отпустил в сеть по зеленому тарифу. Тариф этот составил около 5 гривен 50 копеек за киловатт-час и я хотел бы рассказать вам о том, что такое зеленый тариф, что нужно для того, чтобы установить у себя в доме солнечную систему и как присоединиться собственно к зеленому тарифу. Я расскажу об этом в трех мини-лекциях. Первая мини-лекция, которую вы сейчас смотрите, в ней я расскажу кратко о том, что такое зеленый тариф, зачем он нужен и дам общие сведения о солнечной энергетике, о том, что это такое, на что можно рассчитывать, на что нельзя рассчитывать. Во второй мини-лекции я подробнее расскажу о электрическом расчете фотоэлектрической станции, то есть сколько нужно панелей купить, какой инвертор, как их соединять и также расскажу немножко об экономической части, то есть сколько это все стоит и какой экономический эффект может быть от установки солнечных панелей у себя дома. И в третьей заключительной мини-лекции я дам информацию о том, как пройти процедуру подключения к зеленому тарифу в энергетической компании, Фарькообленерго в частности. Итак, что такое зеленый тариф? Зеленый тариф это специальный тариф, установленный государством, для того, чтобы стимулировать производство электроэнергии из альтернативных источников энергии. В своих лекциях я рассказываю исключительно о зеленом тарифе, который распространяется на владельцев частных домов. Это не относится к юридическим лицам. И рассказываю про процедуру подключения к зеленому тарифу и про все расчеты, связанные с установкой фотоэлектрической системы, то есть солнечных панелей. Поскольку основная задача введения зеленого тарифа вообще в государстве это стимуляция производства энергии из альтернативных источников, то надо понимать, что вот эта вот процедура стимуляции, она ограничена во времени. И законодательством установлен конечный срок действия этого зеленого тарифа. Это 2030 год. Что будет после 2030 года, пока что не ясно. Зеленый тариф фиксируется в зависимости от года присоединения к зеленому тарифу. Например, я подключился к зеленому тарифу в 2016 году и для меня на протяжении всей эксплуатации системы до 2030 года этот тариф составит 19 евроцентов за киловатт-час. По нынешнему курсу, по последней постанове НКРЭ в гривнах это составляет 5 гривен 34 копейки за киловатт-час. Для тех, кто подключится с 2017 по 2018 год, величина зеленого тарифа составит 18 евроцентов. Для тех, кто подключится позже, зеленый тариф будет еще чуточку меньше, где-то на 1 евроцент. Поскольку фотоэлектрические системы окупаются не так уж быстро, то есть речь идет в лучшем случае о 6 годах, но об этом в лучшем случае говорить на самом деле не приходится. Реальные сроки окупаемости будут 8, 10, 12, 15 лет. То есть не любая фотоэлектрическая система успеет окупиться до 2030 года при нынешнем действующем зеленом тарифе. Единственное, что может повлиять на окупаемость, то, что может меняться со временем, это стоимость электричества для собственного потребления. То есть экономия на собственном потреблении, можно также добиться более скорого окупания фотоэлектрической системы. Расскажу вкратце про солнечную энергетику. Солнце является вообще в целом для планеты Земля одним из первичных источников энергии. То, почему на нашей планете достаточно тепло, это благодаря тому, что фотоны от Солнца долетают до нас. Солнце по своей сути это такой огромный термоядерный реактор, который удален от нас на 150 миллионов километров и теплоизолирован от нас вакуумом. Фотоны, которые летят от Солнца, несут в себе электромагнитную энергию. Солнечные панели это специальные приборы, которые способны улавливать эту энергию и преобразовать ее в электрический ток. На выходе из солнечной панели получается постоянный ток, соответственно постоянное напряжение. В нашей питающей сети, как вы знаете, напряжение переменное, ток переменный и поэтому нужно специальное устройство для того, чтобы энергию от солнечных панелей можно было передавать в сеть. Устройство это называется инвертор. На входе оно получает постоянный ток, на выходе дает переменный ток. Количество солнечной энергии, которые поступают на Землю, на планету, в пересчете на один квадратный метр над атмосферой составляет примерно 1300 ватт на квадратный метр. Это довольно таки немало. Благодаря рассеянию в атмосфере отсеивается значительная часть ультрафиолетовых лучей и также идет рассеяние на частичках влаги, на частичках пыли, просто на молекулах газа. И до поверхности Земли доходит уже значительно меньшее излучение. В районе экватора это будет где-то 1000 ватт на метр квадратный. Но это все при условии, что атмосфера достаточно чистая, что никакие облака не заслоняют солнце. При проектировании солнечной системы надо брать в расчет облачность. И в летние месяцы, например, облачных дней всего там, по пасмурных дней там 1, 2, 3, облачных дней, ну там, из десяток. Все остальные дни ясные. Зимой ситуация совершенно иная. Зимой половина дней могут быть пасмурными, то есть плотный покров облаков, через который очень мало света проходит. Значительная часть дней с переменной облачностью и ясных дней всего там 2, 3, 4, 5 за целый месяц. То есть надо понимать, что зимой суммарная выработка солнечных панелей там за месяц будет значительно меньше, чем летом. Эта разница составляет где-то раз в 5, 7, 10. В зависимости от угла наклона солнечных панелей. Из этого идет важное следствие. То, что, к сожалению, к сожалению, добиться автономности при питании солнечных панелей будет довольно таки трудно. То есть иметь подключение к общей энергоситете, все-таки крайне желательно. Поскольку зимой наше потребление электроэнергии, как правило, возрастает и связано это с тем, что, во-первых, световой день становится гораздо короче, то есть нужно больше электричества на освещение. Также связано с тем, что люди значительную часть времени проводят в помещении и пользуются электроприборами. Но, к счастью, если у вас есть подключение к энергосети, вам никаких аккумуляторов и не нужно, потому что вы можете работать просто параллельно с сетью. Это оптимальный вариант, поскольку у вас так будет и более надежный, более дешевый инвертор, который работает напрямую с сетью и который ничего не знает ни про какие аккумуляторы и не отслеживает их состояние заряда и тому подобное. И это также хорошо тем, что все излишки вашей солнечной энергии вы сможете тут же продавать в общую электросеть, и она попадет к другим потребителям. То есть, если вам самим вот прям в эту секунду не надо солнечного, не надо электричества, то ваше электричество идет в общую электросеть и, условно говоря, ваши соседи его потребляют. При этом вам в конце месяца приходит соответствующий счет. И соседям тоже.